Всем привет дорогие друзья, с вами Андрей Хорев и канал Футбол Это Жизнь. Итак, демо-версия вышла, даже уже и вышел обзор о ней на нашем канале, так что переходите, смотрите. Там все подробное, мы сыграли несколько матчей в Лиге Чемпионов, сыграли всю историю, которую нам позволили в демо-версии. Ну и долгожданное, что мы говорили, подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе некоторых событий. Там было голосование за кого начать новую рубрику, и рубрика будет называться «Золотой путь». В общем, доступно у нас несколько команд, в демо-версии мы будем проходить этот «Золотой путь» за одну команду. В группе ВКонтакте вы выбрали, что это будет Ювентус. Ну и, так, ну Лига Чемпионов, все такое. Естественно, мы будем за Ювентус, но раз, два, три. Давайте начнем против Мадридского Реала. Итак, также есть, все мы уже знаем про начальный счет, можно его сделать, он от 20, то есть мы можем проиграть 20-0. Вот так вот. Ну что же, сыграем мы против Мадридского Реала. Первый матч, второй уже посмотрим, какой будет с другими же какими-нибудь соперниками. Итак, суть этой рубрики. После каждого матча мы будем смотреть на то, как отыграли они. Линия нападения это вот Коста, Роналду, Дебала, полузащита Хедира, Пьянни, Чематюди и защита Сандер Келлини, Бануч, Концел и Перин. То есть, в каждой линии мы на следующий матч будем убирать по одному игроку и ставить кого-нибудь из-за резерва. То есть, например, Коста получил рейтинг 5-0, Роналду 7-2, Дебала 8. То есть, Коста у нас дисквалифицируется на два матча. Мы вместо него ставим, например, Манджукича. В общем, ну, думаю, по ходу мы разберемся. Ну что же, давайте подумаем насчет плана игры. Если сверхатакующий, давайте мы выберем, на всякий случай, вдруг что-то так пойдет не по плану. Ну, будем вот играть в 4 нападающих. Ну и сверхзащитные, это на всякий случай тоже поставим. Будет это в 5 защитников. Вот, 5-4-1 будет у нас, если что. В общем, вот таким составом мы выходим. Келлини и Банучи в центре у нас. Так, мировой класс. Быстрые замены. Ну все, друзья, поехали. Криштиану Роналду встречается против своего бывшего клуба. И вот он, его показывает нам. И какой хороший навес. Ну, у нас здесь Перим. Мяч переводится на левый фланг. На правый, точнее. Здесь у Хайдира. Видел он Дибалу. Дибалиньо. Ууу, но мы забиваем. Все-таки удалось. Раскачали. Потащил первый удар Киба Куртуа от Дибалы, но отскочил он прямо на ногу Дугласа Косты. Хорошо убежал, кстати, Дибалов, защитников. И хороший гол забивает Дугласа Косты. Так что Дугласа Косты уже, можно так сказать, по рейтингу, по оценке там после матча будет выше. Так, здесь и Марселло уже подошел. Марселло все-таки отвел опасность. Ууу. А удар-то был неплохой. И хороший был сейчас момент Перин. Я видел, видел, видел. Ой, видел это. Ууу, Перин еще. Ну что ж, друзья, минимальная, но победа. Победа над Мадридским Реалом. Ювенту все-таки одержал минимально. Дуглас Косты забил. Ну что могу еще сказать? Так, ну смотрим, пожалуйста, только не Роналду. Нет, это все-таки Роналду, друзья. Манджукича и Ходиру мы... Манджукича и Квадрадо мы не считаем. В следующем матче мы не увидим в составе Крещану Роналду, так как у него оценка 6.9. Также мы с вами не увидим в следующем матче, получается, Блэйза, Матьюди и также не увидим Александру. Так что Роналду, Матьюди и Александру дисклифицированы на два матча. Итак, второй матч, заключающий на сегодня. Играем его уже в гостях. Ювентус. Ну и раз, два, три. Нет, был раз, два, три. Давайте против Пассажира. Почему нет? Итак, отыграем мы, наверное, в серенькой, в такой. Ну и против Пассажира придется играть без Роналду, с Манджукичем. Роналду мы даже не сможем выпустить на замену, там, Маркизио и Дешильо. Так. Ну придется нам, значит, брать Киана. Вместо Ко... Так, кого там еще надо было? Все вроде, ну да. Ну так что... Так, стоп. Не надо мне вот... Пирина на ворот вместо Чесни. Все. Итак. 8 ударов, 1 гол. Вот мои удары, куда вообще они летели. Это... Ага. То есть у меня был один удар в створ вообще. Хороший такой. Поэтому с близкого расстояния. И это был в нижний левый угол. Владение. Давайте посмотрим. 50... Ну мы побольше чем владели, чем Реал Мадрид. Пробовали мы атаковать через... Центр и левый фланг. То есть правый нос вообще не подключался. Хотя там гибало был. Уууу. Каркас обстучал Мбапе. Уууу. Да что ж такое-то? Не удается пока что ПСЖ дома у себя забить. Но это не дома, но... Не, ну мы даже к воротам вот не можем подойти. но сейчас и забивает маркизио игрок уже сейчас санкт-петербургского зенита по десятым номером теперь он будет выступать в зените поздравляем болельщиков зенита то есть нас у максимом мы именно болеем за зенит на канале кто не знал тот узнал теперь мы шикарно смогли мы все-таки пробить джан луиджи буфона много моментов два момента вроде было у пассажир ой 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 и это мимо друзья перенесись на нервничает почему далее рабье вообще пробить но и рабье тоже как-то странно а будет угловой я думаю тарабье так пробил дракслера выпустил уху ху 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 келлине у нас травма оказывается ой 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 такой дальней этой дистанции келем баппе забивает нам 11 есть еще кстати время отыграться просто вот травма центрального защитника келли не вещи просто его нашли и в дальний угол пробивает молодой чемпион мира вот такие тут разборки и удаления дают леонардо бану чудесик срезал неймара но теперь нам главное затащить не пропускается штрафного неплохо хоть не пропустили мимо и все минимальное смогли мы все-таки отыграть сейчас 1-1 при еще удаление леонардо банучи на последних минутах ничья к сожалению да может быть и к радости потому что мы еще и играли в десятером последние минуты и так не играет у нас дуглас коса следующий матч вот так вот и не играет у нас так у нас на поле был хадира и маркизио маркизио лучше не будет играть у нас сами хадира и не будет играть также у нас леонардо банучи за удалением ну что ж друзья с вами был андрей хорев и канал футбол это жизнь до встреч друзьям до свидания